Саша, можно выяснить, что произошло? Он плохо говорит. Рассказывай, Саша. Да нет, я был на улице, где-то... Уже потом... На... Ктябрьске. На Атаповске. Так постоял на улице, покурил. А потом начали стремать. Это был когда? Это вчера? Вчера, вчера. Это было как 7.30, да? Это было в 3 часа дня. А, в 3 часа дня? Да. А как это было, Саня? Что точно произошло? Снаряд разбил крышу. Ну да. А ты была дома? Да я не успел потом домой прийти. А где ты была точно, Саня? Как ты попал? Ну, все подъеда. Ну, мы же на улице были. Ага, ты на улице был. У нас там крыша, это пола улицы Лузина, 5-й дом. Там часть крыши снесло. Снаряд упал, и осколками как раз он бежал в подъезд, не успел забежать. Через его ногу пролетел этот снаряд. И я вот сегодня была там на Лузина. Пробил дверь в подъезд. Это просто дикий ужас. Что он пережил, я просто представляю, какую боль. Когда привезли его в больницу, вообще сосуды все перебиты. Там мягкого места, мягкой ткани уже не было. Вот я не пойму, чем в нас стреляют, за что так убивают мирных жителей. До меня это не доходит, что это за война такая страшная. Когда страдают вот такие безвинные люди. Он и так инвалид детства. А теперь он еще стал калекой. Мы и так с ним страдали, мучились. За что такое наказание сейчас? За что с нами так поступают? Я хочу обратиться ко всей мировой общественности. Хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Почему он когда-то пообещал, что не дай Боже, выстрелят мирных жителей, мы будем сзади стоять. Где они сейчас, наши российские ребята, которые сзади стоят? Которые не позволяют. Почему позволили в Украине, в Донецке развиться так событиям? Я понимаю, что это кому-то надо. Но почему должен страдать мой сын? Почему мы страдаем? В подвалах сидим. Я сейчас занимаюсь также от своей общественной организации разрушениями. Так ко мне столько людей приходит с Октябрьского, с Петровки, с Путиловки. Я каждого через себя пропускаю. Я просто представляю, каково им. Я хочу донести до людей, как мы живем сейчас. Люди, я, например, хочу проснуться в своей постели. Кушать готовить на своей кухне. Почему я должна жить где-то у кого-то? Почему это продолжается так долго? Уже прошел год, уже идет второй год этой вообще бессовестной, безобразной войны. Почему вот эти ребята лежат? Это же тоже бойцы. Сомали, бойцы. Они тоже здесь. Я хотела обратиться и донести до всей мировой общественности, почему так поступают. Почему? Я всегда другим людям помогала. Я никогда не ожидала, что я сама окажусь в таком положении. Никогда. Сколько я людей. Я даже в эту больницу вложила людей. Отсюда отправляла в Осетию ребят раненых. Сидела с ними здесь. Оформляла ребятам статусы, инвалидам. Все делала. Но когда сейчас меня коснулось? Я не могу. Я представляю, как это тяжело всем. Хотя я за каждого болела душой. Я не знаю, как я переживу. Мне кажется, у меня 10 лет жизни ушло. Человек и так наказан. Его еще наказали. За что? Фааааа. Вау. Смотри, мама еще надо aula. Субтитры подогнал «Симон»